Это сквозной американский эфир из Нью-Йоркской студии Арт-ТВА и вас приветствует Диана Лесничья. Здравствуйте, сегодня 3 мая, среда и начнем с главных новостей дня коротко. Два беспилотника попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента Путина, утверждают в Кремле. Инцидент произошел в ночь на 3 мая, ответственность российская власть возложила на Киев. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента. В Сербии семиклассник из-за плохой оценки устроил массовую стрельбу в школе из отцовского пистолета. Погибли 9 человек, в том числе 8 детей. Это первый такой случай в Сербии за последние 4 года. Пентагон не увидел угрозы в аэростате в небе у берегов Гавайев. В ведомстве считают, что с Китаем он не связан и над объектами критической оборонной инфраструктуры или секретными объектами не пролетал. Двое десятилетних детей работали в Макдональдсе в Луисвилле до 2 часов ночи, сообщили в Министерстве труда. Разоблачение было частью расследования нарушений законодательства о детском труде на юго-востоке страны. Создатель искусственного интеллекта уволился из Гугла и заявил о растущей опасности нейросетей. 72-летний Гинтон отметил, что последствия применения чат-ботов с искусственным интеллектом могут быть достаточно страшными и использоваться для совершения плохих поступков. В Техасе задержан подозреваемый в убийстве пятерых человек, один из которых – 8-летний ребенок. Трагический инцидент произошел в конце прошлой недели и на поиски 38-летнего Франциска Арапеза ушло 4 дня. Сейчас гражданин Мексики, который пребывал в США нелегально, находится в изоляторе. Операция по его поимке оказалась масштабной. В розыске участвовало 250 человек личного состава. Это как сотрудники местной полиции, так и следователи ФБР. В итоге обнаружили Арапезу в Кливленде, городе, где и случилось массовое убийство. А местонахождение предполагаемого виновника удалось узнать благодаря звонку на горячую линию. Личность информатора не разглашается. Зато известно, что этот человек почти наверняка получит вознаграждение. Его размер составляет 80 тысяч долларов. Подозреваемый сейчас находится под стражей. Я только что вышел из тюрьмы округа Монтгомери, куда его поместили. Его поймали, когда он прятался в шкафу под каким-то бельем. Во время задержания субъект не пострадал. Что ж, теперь можно не переживать. Он находится за решеткой и останется там на долгое время за убийство пятерых человек. Конфликт, закончившийся бойней, по данным следствия, разгорелся на бытовой почве. Франциско Арапеза, как сообщается, стрелял в воздух во дворе собственного дома. В тот самый момент его соседи укладывали сына спать. Они попросили нарушителя спокойствия не шуметь. Тот в ответ открыл по людям огонь из полуавтоматической винтовки АР-15. Впереди у гражданина Мексики суд. Однако по совокупности предъявленных обвинений Арапезе может грозить смертная казнь путем введения смертельной инъекции. Демократы Сената пообещали добиваться ужесточения правил этики для Верховного суда США. Поводом послужили сообщения о том, что судья Кларенс Томас ездил в роскошные путешествия и принимал недвижимость в подарок. И все это за счет одного из главных доноров республиканской партии. Подробнее расскажет Лиза Каймин. Помощник лидера демократического меньшинства, председатель судебного комитета Сената Дик Дурбин заявил, что низкие этические стандарты привели к падению общественного доверия к высшему органу юстиции. Тот факт, что техасский миллиардер заплатил более 100 тысяч долларов за дом матери судьи Томаса, также является примером. Потому что судья настаивает на том, что он потерял деньги на этой сделке. Как низко может опуститься суд? Один из наших свидетелей скажет, что то, что я вам только что описал, это галлюцинации и фантазии. Но я думаю, что большинству объективных людей совершенно ясно, что это не является нормальным и в порядке вещей. И не должно быть стандартом для тех из нас, кто находится на государственной службе. Республиканцы раскритиковали слушания и назвали их попыткой разрушить репутацию Томаса, одного из самых непоколебимых консервативных судей. Их комментарии свидетельствуют о том, что республиканцы в Конгрессе ни на какие уступки не пойдут. Если у общественности сложилось ошибочное впечатление, что справедливость решений, принимаемых судом под сомнение, вина за эту ложь лежит на тех, кто продолжает подвергать суд и его судей несправедливой критике. Складывается впечатление, что общественности навязывают ложные представления, чтобы подорвать авторитет судей, выносящих решения, с которыми критики не согласны, и тем самым подвергнуть сомнению справедливость самих решений. Поводом для слушаний стали сообщения в новостях, где подробно описывались близкие отношения между Томасом и консервативным донором из Техаса. Донор, даллаский миллиардер Харлан Кроу, приобрел три объекта недвижимости, принадлежащие Томасу и его семье, в ходе сделки стоимостью более 100 тысяч долларов, о которой Томас никогда не сообщал. Такие данные содержатся в докладе некоммерческой журналистской организации «Про паблика». Они же выяснили, что Кроу дарил Томасу и его жене ежегодные отпуски и поездки на сотни тысяч долларов в течение нескольких десятилетий. Демократ Дурбин пригласил председателя Верховного Суда Джона Роберта дать показания на слушаниях, но тот отказался, заявив, что показания председателя Верховного Суда крайне редки из-за важности сохранения независимости судей. Робертс также предоставил заявление о принципах и этики, подписанной всеми девятью судьями. Там описаны этические правила, которым они следуют в отношении поездок, подарков и внешних доходов. На заседании также выступили пятеро экспертов в области права и этики, которые заявили, что недавняя критика в адрес членов Верховного Суда была необоснованной. А федеральный судья Джереми Фогель заявил, что общественное доверие к Верховному Суду подорвано по множеству причин, включая все более спорный процесс утверждения кандидатур и социальные сети, распространяющие дезинформацию. По его словам, отсутствие ясности в отношении этических обязательств судей только подпитывает это недоверие. В этой неспокойной обстановке я считаю, что отсутствие формальной структуры для определения и утверждения этических правил, которыми руководствуются судьи Верховного Суда, несостоятельно. Слишком многие американцы уже думают, что судьи принимают решения по делам, основываясь на своих политических предпочтениях и союзах, а не на законе. Отсутствие ясности в отношении этических обязательств судей только укрепляет это мнение. При этом Кедрик Пейн, старший директор по этике юридического центра, сказал, что Верховному Суду не хватает официального процесса отвода и обязательного кодекса поведения. Возможно, есть место для обсуждения конкретных законодательных актов, которые могут эффективно реформировать Верховный Суд, но нет места для дебатов. В Верховном Суде действуют самые слабые федеральные правила этики во всем федеральном правительстве. Демократы в обеих палатах добиваются принятия закона, который бы обеспечил процесс расследования неправомерных действий в Верховном Суде и укрепил стандарты самоотвода и раскрытия информации о поездках и представительских расходах. Они также добиваются внесения изменений в положение о расходах, призывая законодателей обязать Верховный Суд принять правила этики и сделать их обязательными для исполнения. Лиза Каймен, Михаил Харченко, Егор Кочуров, Артевяй, Нью-Йорк. Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли дал большое интервью журналу Foreign Affairs. В нем он рассказал о помощи Вашингтона Украине. Как отметил генерал, Кремль не достиг своих стратегических целей военным путем. Именно поэтому в конце марта или начале апреля прошлого года Путин решил ограничиться южными областями соседнего государства, а еще укрепить самопровозглашенную власть на Донбассе и обезопасить своих ставленников в Крыму. Между тем, как подчеркнул Марк Милли, за прошедший год войны Киеву удалось провести два успешных контрнаступления. В ходе них российские войска были вынуждены отступить, в то время как украинские сомкнули ряды и восстановили оборону. При этом глава Объединенного комитета начальников штабов заявляет, что никто не заинтересован в эскалации войны. Ни США, ни НАТО, ни Кремль, ни Украина. Напомним, на территории этого восточноевропейского государства сейчас продолжаются бои за населенный пункт Бахмут. Ситуацию на линии фронта прокомментировали и официальные лица в Пентагоне. В целом, мы снова продолжаем наблюдать тяжелые бои в Бахмуте. Там сложилась неспокойная обстановка. Мы видели, как Россия запускала ракеты по гражданской инфраструктуре Украины. Опять же, ничего нового, к сожалению. Но в основном вдоль линии фронта ситуация продолжает оставаться неизменной. Недавний телефонный звонок председателя КНР Си Дзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского прокомментировал посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс. Произошло это во время онлайн-беседы на платформе Вашингтонского центра Стимсона. Состоявшийся обмен мнениями между Киевом и Пекином дипломат назвал хорошим первым шагом. А еще добавил, что выдвинутая Китаем мирное предложение из 12 пунктов было отклонено как чрезмерно расплывчатое и не содержащее каких-либо призывов к выводу российских войск. Бернс также добавил, учитывая тесные отношения с Кремлем, КНР могла бы сделать гораздо больше. Я думаю, Китаю следует потолкнуть Россию к выводу своих войск и к тому, чтобы Украина смогла вернуть себе всю свою территорию и снова стать полностью суверенной во всех аспектах этого слова. Было бы полезно, если бы Китай повлиял на Россию, с целью прекратить бомбардировки украинских школ и украинских больниц и украинских многоквартирных домов. Только за последний месяц или два мы стали свидетелями огромных человеческих жертв в результате этого жестокого российского воздушного нападения с участием атак беспилотников. К слову о беспилотниках, официальный Киев опровергает свою причастность к атаке беспилотников на здание Кремля. Об этом во время визита в Хельсинки заявил президент этой страны Владимир Зеленский. Как подчеркнул лидер, его страна не совершала нападений ни на Москву, ни на Путина. А пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у него нет информации о произошедшем. В США тем временем заявили, что проводят собственную оценку инцидента. Когда речь идет об Украине, которая ежедневно подвергается нападению, и не только ее невероятно мужественные вооруженные силы, но и ее граждане, ее мужчины, женщины и дети ежедневно подвергаются этой российской агрессии. Их бомбят в их домах, квартирах и на улицах, убивают детей, разрушают семьи. Мы оставляем Украине право решать, как она будет защищать себя и как она будет пытаться вернуть территорию, незаконно захваченную у нее Россией за последние 14 месяцев и вернуться границам 2014 года. В ряде регионов Украины сегодня объявлялась воздушная тревога. Некоторые западные СМИ назвали произошедшие события возможным предлогом для Кремля усилить ракетные удары. Как сообщила генпрокуратура Украины, сегодня российские войска обстреляли Херсон, снаряды попали в супермаркет и вокзал. В городе и области погиб 21 человек, еще десятки получили ранения. В Киеве начали досудебное расследование по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Сейчас с нами на прямой связи Никита Кузьмин, синолог, докторант факультета языковой цивилизации Восточной Азии Университета Пенсильвании. Здравствуйте, спасибо, что присоединились. Здравствуйте, спасибо за приглашение. По-вашему, почему посол Соединенных Штатов призывает Китай оказать влияние на Кремль в вопросе прекращения войны? Может ли это свидетельствовать, быть может, о каких-то договоренностях, которые в неформальной плоскости уже есть? Безусловно, мы понимаем, что основная задача дипломатии урегулирования конфликтов различных мирным путем. Поэтому то, что посол Бернс призвал стороны, призвал Китай к более активному, продуктивному, более продуктивному участию в решении этого конфликта, в этом ничего необычного нет. То есть для Китая в любом случае этот конфликт в дипломатическом плане достаточно выгоден, поскольку Китай хочет себя позиционировать как мировая держава, сверхдержава, и которая может своими дипломатическими усилиями решать такие конфликты. Постоянно сейчас китайские чиновники от Министерства иностранных дел Китая приводит пример конфликта, который каким-то образом был урегулирован при помощи Китая. Это было восстановление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией, в котором Китай принимал посредническое участие. Поэтому Китай, скажем так, стремится, по крайней мере на словах, выступать в роли миротворца. Вообще возникает вопрос, как именно Китай может воздействовать на Москву с целью остановить боевые действия. Есть ли какие-то рычаги влияния у КНР? И насколько важен фактор наличия разговора между Си Дзиньпином и Владимиром Зеленским, который произошел буквально сразу же после того, как глава Китайской Компартии покинул Москву? Опять же, разговор между президентом Украины и председателем Китая абсолютно закономерен в этой системе, потому что Китай не позиционирует себя чисто как сторонник или союзник России или как страна, которая выступает резко против России. Поэтому такое желание усидеть на двух стульях – это основная характерная черта внешней китайской политики последнего периода. Спасибо большое. Никита Кузьмин, синолог, докторант факультета языковой цивилизации Восточной Азии, университета Пенсильвании был с нами на прямой связи. У нас есть еще один гость – это Айван Илон, директор Центра развития мира и свободы. Здравствуйте, Айван. Спасибо, что присоединились. Спасибо. Администрация Джо Байдена сегодня объявляет о новом пакете военной помощи для Украины. Объем – 300 миллионов долларов. Включает в себя 55-миллиметровые пушки-гаубицы, боеприпасы для «Хаймерс» и противотанковые ракеты, минометы. Верно ли я понимаю, что все это может быть использовано для грядущего контрнаступления ВСУ на востоке страны? США не прекращают поставки вооружений уже долгие-долгие месяцы, так что чисто из-за последнего транша судить о том, что приближается контрнаступление, довольно сложно. Хочу заметить, что до сих пор в разгаре весна, и почва недостаточно хорошо готова для того, чтобы наземные силы именно двигались в наступление, но, естественно, артиллерийская подготовка уже может проводиться. Я думаю, что Киев хочет как бы дать знать, что контрнаступление будет, но когда и где невозможно сейчас понять, и они не собираются это разглажать, так что придется подождать. А когда Марк Милли говорит, что никто не заинтересован в эскалации военных действий, упоминая даже, что в этом не заинтересован Кремль, а что именно генерал имеет в виду, ведь именно Кремль, по сути, инициировала эти боевые действия год назад? Да, конечно, Россия вторглась в Украину, и Украина никуда не вторглась, тут, по-моему, очевидный момент. Я думаю, что читайте эти слова таким образом, что США не хочет дополнительной эскалации и надеяться на то, что Россия также не хочет это продолжать. Сейчас идет атака на Кремль, в том числе в Киеве пространстве, и, возможно, российская сторона решит как-то ответить на это в Украине, но вы должны понимать, что даже если одна и другая страна не хотят на колени обстановки, все равно может произойти неудачность какой-то случай, стечения обстоятельств, и все три страны, США, Украина и Россия, оказываются втянуты в этот конфликт еще глубже, чем сейчас. И именно это, я думаю, имел в виду Марк Милли, и один из способов предотвратить все подобные развития событий, это продолжать общаться по линии Москва-Вашингтон или Москва-Пекин-Вашингтон. А как вы могли бы оценить сложившуюся ситуацию в Бахмуте? Есть ли угроза, что российские войска могут попытаться осуществить прорыв на Славинск, об этом то и дело появляются сообщения в прессе, собственно, на протяжении всех последних недель? Знаете, я думаю, что важность Бахмута как стратегического объекта очень и очень преувеличивается, даже несмотря на то, что Россия говорит о том, что это очень важная точка, это, честно говоря, скорее символическая битва. Так что я сочи сомневаюсь, что Украина хочет жертвовать свои лучшие войска против группы Вагнер, которые на самом деле не очень-то хорошо натренированы, и именно вот эта рубка в Бахмуте может заставить Украину потратить те ресурсы, которые тратить бы совершенно не хотелось бы. Так что, к сожалению, что есть, то есть, да, Бахмут это символическая локация, но придавать ей какое-то сакральное значение я бы не стал, потому что даже если кто-то победит Бахмуте, это не значит, что он победит во всей войне. Спасибо за ваш ответ, Айван Илон, директор Центра Развития Мира и Свободы, был с нами на прямой связи. Дефолт будет или нет? Президент Байден пригласил на переговоры в Белом Думе четырех лидеров Конгресса, чтобы предотвратить потенциальную экономическую катастрофу. На этой неделе глава Минфина Джанет Йеллен заявила, что если сторонам не удастся договориться, американская экономика не сможет платить по обязательствам уже первого июня. Учитывая ограниченное время, которым сейчас располагает Конгресс, ясно, что единственный практический путь избежать дефолта – это отмена Конгрессом лимита госдолга без каких-либо условий. Во время своей встречи с лидерами президент обсудит инициирование отдельного процесса для рассмотрения бюджета и ассигнований. Жан-Пьер добавила, что президент опубликовал проект бюджета 9 марта, а республиканцы только в середине апреля. Разговор о бюджете и расходах был невозможен без двух позиций. Выступая во вторник на брифинге в Белом доме, пресс-секретарь также заявила, что вопрос о повышении потолка госдолга – это не то, из-за чего президент готов торговаться. Параллельно с этим в стране продолжают звучать опасения касательно вероятного банковского кризиса. Акции региональных финансовых структур упали до самого низкого уровня с 2020 года после краха First Republic Bank. Больше всех пострадали банки, которые задело мартовское обрушение SVB. Ценные бумаги Пак Вест из Лос-Анджелеса снизились на 28%. Вестерн Альянс из Финикса на 15%, Метрополитен Бэнк из Нью-Йорка на 20%. Инвесторы обеспокоены состоянием отрасли, снижение для крупнейших банков было менее серьезным, но и Бэнков Америка, и Уэлс Фарго, и Джейпи Морган Чейз понесли свои потери. Финансисты и правительственные чиновники надеялись, что банковская паника, начавшаяся с закрытия SVB в марте, закончится после продажи проблемного First Republic Bank более крупному игроку Джейпи Морган Чейз. Эта часть кризиса закончилась, заявил в понедельник, 1 мая исполнительный директор этой структуры Джейми Даймонд после объявления о сделке. Однако другие аналитики не исключают, что в банковской системе США, по всей видимости, наступила хроническая фаза кризиса. На прямой связи у нас Андрей Знаменский, профессор истории университета Мемфиса. Здравствуйте, Андрей, хотели бы с вами обсудить все-таки возможный дефолт, возможный или невозможный. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы считаете, действительно ли, если в течение месяца демократам и республиканцам в Конгрессе и администрации Байдена не удастся урегулировать вопрос повышения потолка госдолга, то США действительно будет грозить национальный дефолт и ударит он по всей экономике, мировой в том числе? Вы знаете, таких дефолтов уже в Америке 6 или 7 был на моей памяти, когда республиканцы призывают демократов жить по средствам и не тратить все вот эти вертолётные деньги. А демократы, наоборот, говорят, что республиканцы это такие антинародные элементы, что они не любят народ и что тратить деньги нужно, можно и даже возможно. И постоянно вот эти вот дебаты идут, но что бы мы здесь не говорили, всё равно в конце концов удастся договориться республиканцам и демократам. И знаете почему? Потому что Америка уже, государство американское, штатная власть и федеральная власть особенно, они так сделали много обязательств по поводу вот entitlement, если на русский язык перевести, обязательства в отношении и государственных служащих, полугосударственных служащих, что от этих обязательств нельзя уже отойти. То есть американская правительство, начиная с 60-х годов особенно, настолько сильно расходовал деньги, пытаясь ликвидировать бедность, обеспечить какие-то лучшие условия существования для людей, что оно залезло в долги. Ну, поясню вот для ясности, о чём речь идёт. Когда вот нынешний наш президент, ныне Джо Байден, он только-только вошёл в политику, а это был 1973 год, тогда он стал сенатором, общий государственный долг Соединённых Штатов был только на 500 миллиардов долларов, 500 миллиардов долларов. А сейчас знаете сколько? 31 триллион. Вот так вот Америка залезла в долги, создавая, в общем-то, службы, которые любят люди, финансовые какие-то обязательства государственные несёт, а люди это любят. Например, программа «Медикейд» — это бесплатная страховка для бедных. Или программа «Медикэйр» — это для пожилых страховательная система. Но именно на это Байден и давит как раз, когда говорит, что надо повышать. Хотят у вас забрать «Медикейд», «Медикэйр». Да, да, да. Но нельзя же здесь непосредственно, понимаете. Нужно всё-таки смотреть в лицо реальности. И вот для этого республиканцы предлагают следующий момент. Сейчас Маккарти, вот Кевин Маккарти идёт на эти переговоры, о которых вы сказали, с таким предложением. Да, мы вам разрешаем увеличить государственный долг с 31 триллиона долларов ещё на 1,5 триллиона долларов, чтобы вам не достигнуть этого дефолта. Но вы обязываетесь, господа демократы, что на протяжении следующих десяти лет вы сократите госбюджет на 4,8 триллиона долларов. Вот так они предлагают. А Джо Байден говорит, нет, я торговаться не буду. И вокруг этого сейчас вот разворачивается борьба. А дело-то, в общем, серьёзное. Почему? Потому что и республиканцы, в конце концов, и особенно демократы, они как раз ответственны за то, что они вот подсадили страну на иглу таких затратных. Затратных программ. Ну, я вот просто вам пример приведу небольшой. Вот в 1977 году по инициативе Джимми Картера, демократ, было создано Министерство образования. Совершенно ненужная структура. И это сегодня министерство, оно заняло 4500 человек там работает. У них в среднем жалование 60 тысяч долларов. У них семьи есть. А по уровню образования в отношении других стран мира Соединённые Штаты сегодня находятся на 14-м месте. А до создания Министерства образования Соединённые Штаты и образование Соединённых Штатов находилось на третьем месте. То есть, понимаете, произошло ухудшение качества, несмотря на рост вот этой бюрократической армии. А что же делать с этими людьми? Нельзя же их закрыть. И также другие программы. Нельзя же закрыть программу Medicaid. Это помощи, бесплатные, страховки для бедных. Нельзя же, например, обнулить большие громадные пенсии, которые получают государственные службы. Что с этим делать? Вот так вот американское правительство попало в эту долговую петлю. И сегодня просто дебаты идут о том, насколько увеличить этот государственный долг. Сколько они ещё могут крутиться в этой петле, интересно? Ну, это можно, в общем-то, бесконечно, пока есть доверие к американской экономике. Вот сегодня всё это держится на доверии, понимаете? Потому что уже сегодня в отношении всего национального валового продукта долговые обязательства Соединённых Штатов составляют 100%. То есть на каждый заработанный доллар у нас идёт доллар, а то и больше долговых обязательств. И это, в общем-то, нельзя, конечно, ничем поддержать. Но вся система уважения к Соединённым Штатам строится на доверие, понимаете? Что вот доверяет доллару, доверяет американской экономике. И пока будет доверие, можно вот в эту игру играть бесконечно недостаточно. Есть ли шанс, что они прямо 9-го числа и договорятся, когда встречаются? Или всё-таки этот спектакль будет ещё чуть дольше разыграться? Они могут, значит, как был при Трампе раз. Это, по-моему, был декабрь, если мне память не изменяет, 18-го года, когда, ну, республиканцы тогда в лице Трампа создали такую ситуацию, что мы не будем увеличивать вот этот государственный долг, который, в конце концов, был увеличен при Трампе. Потому что демократы ничего с этим не смогли сделать. И тогда республиканцы пошли на такую меру, они упёрлись, извините за грубое выражение, рогом. Мы две недели где-то вот держали страну в напряжении. Но, в конце концов, пошли на попятную, и был увеличен этот долг. Нету ответа. Нельзя, мы не знаем, что с этим делать, потому что вот некоторые радикальные элементы говорят, ну, надо сделать так, чтобы вот были уничтожены все эти программы. Нельзя бесконечно жить, получать деньги за просто так. Но правительство снять не может пойти. Но всем нравится. Всем нравится, да, да, всем нравится. Спасибо. Андрей Знаменский, профессор истории университета Мемфиса, был с нами на прямой связи. Это «Американские сквозные фирмы». Продолжаем. Обещаем из Нью-Йоркской студии «Артвай». Сейчас основные новости дня. Коротко. Чиновники из администрации Байдена в среду вечером проведут брифинг для членов Комитета по разведке Сената по поводу атаки дронов на Кремль. Байден отправит на границу с Мексикой полторы тысячи военнослужащих для сдерживания наплыва нелегалов. На следующей неделе истекает срок действия раздела 42. Он позволял правительству отказывать людям во въезде для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Республиканцы из Северной Каролины достигли соглашения о запрете на аборт в большинстве случаев после 12 недель. Сейчас это 20 недель беременности. Меру назвали мягкой в сравнении с некоторыми другими штатами, где этот срок теперь составляет 6 недель, или процедура аборта запрещена вовсе. Россия опустилась на 9 позиций во Всемирном индексе свободы прессы, составляемом организацией «Репортеры без границ» и оказалась на 164-м месте. Уже седьмой год подряд лидерство удерживает Норвегия. Королевская семья Великобритании репетирует коронацию Карла III в Лондоне. Она состоится в Вестминцерском аббатстве в субботу, 6 мая. К другим темам. Один человек был убит и по меньшей мере еще четверо раненый в результате стрельбы в центре Атланты. Как сообщает местный департамент полиции, все произошло внутри одного из зданий на Уэст-Пич-3-стрит между 12 и 13 улицами. Предполагаемый виновник – это 24-летний Дион Паттерсон. Сразу после случившегося полиция разослала фотографию этого человека. Как сообщается, в момент происшествия он был одет в темные брюки и светлую толстовку с капюшоном. Из описаний также следует, что вероятный злоумышленник был облачен в маску и при себе имел сумку. Через считанные минуты после инцидента полиция распространила предупреждение всем, кто находится в этом районе, без лишней необходимости на улицу не выходить. Я работаю в здании прямо рядом с тем местом, где произошла стрельба, и у меня был обеденный перерыв. Я переходил улицу, чтобы зайти в Холлфудс. И вдруг нас начали выталкивать подальше от здания, оттеснять вместо этого, чтобы дать нам безопасность спрятаться в магазине. Нам говорили убраться подальше от места, где орудовал стрелок. Помимо одного погибшего, местные правоохранительные органы также рассказали и о судьбе раненых. По предварительным подсчетам таковых оказалось как минимум четверо. В момент, когда все это случилось, люди находились также внутри здания. Администрация Байдена достигла соглашения с правительством Мексики, которое впервые позволит властям США депортировать немексиканских мигрантов, незаконно въехавших в Соединенные Штаты, обратно через границу. Об этом говорится в совместном заявлении обеих стран. Американские власти уже назвали принятое решение прорывом, который поможет сдержать растущий поток переселенцев. Администрация Байдена отчиталась о рекордном количестве незаконных въездов через южную границу с момента вступления президента в должность. Сейчас же официальные лица ожидают еще более серьезного увеличения потока, потому что на следующей неделе закончится действие пандемических ограничений, известных как раздел 42. Одновременно с этим Джо Байден подписал указ о направлении на границу с Мексикой полутора тысяч военнослужащих для сдерживания этого наплыва. В течение 90 дней эти полторы тысячи военнослужащих, которые будут набраны из действующих солдат, будут делать то, с чем сейчас не справляются уже имеющиеся там силы. Это наземное обнаружение и мониторинг, ввод данных и поддержка мест размещения мигрантов. До тех пор, пока таможенная пограничная служба не сможет самостоятельно выполнять эти задачи, военнослужащие не будут принимать непосредственное участие в правоохранительной деятельности. Что же касается высылки мигрантов, в совместном заявлении двух стран говорится, что мексиканские власти продолжат принимать кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев по гуманитарным причинам после истечения срока действия ограничений. В январе мексиканские власти согласились разрешить Соединенным Штатам отправлять 30 тысяч мигрантов в месяц из четырех стран обратно через границу после того, как они были выдворены миграционным ведомством США на основании медицинских ограничений, связанных с пандемией. В рамках этого соглашения администрация Байдена обязалась разрешать такому же числу мигрантов в месяц легально въезжать в страну с помощью программы, известной как «Пароль». Сейчас с нами на прямой связи Екатерина Муратова и миграционный адвокат. Попробуем разобраться с тем, что происходит. Здравствуйте, Екатерина. Спасибо, что присоединились. Добрый день. А вот как вам кажется, как прекращение действия правила 42 может повлиять на поток мигрантов? Вообще, насколько сильно оно затрудняло пересечение границы? Значительно затрудняло пересечение границы. Это не только по моему мнению, но и по мнению правительства США ожидается, что поток мигрантов будет увеличен по меньшей мере вдвое, а то и больше. И по предварительным подсчетам, люди, которые пройдут в США, будет 10 тысяч человек в день, что значительная сумма, учитывая, что уже на данный момент рост количества людей, пребывающих на южную границу, за последние три года увеличилось в три или четыре раза. А как выглядело вот это правило 42? То есть просто никого не пускали или проверяли на наличие заболеваний, что, в общем, затрудняло въезд? Нет, у США не было ни ресурсов, ни очевидно желания проверять такой большой поток иммигрантов на наличие каких-то заболеваний. Поэтому у иммиграционных офицеров было и у пограничников было право не пускать людей в Соединенные Штаты под предлогом того, что из-за ковида и других инфекционных болезней было небезопасно держать большое количество людей в каких-то ограниченных помещениях. Соответственно, их возвращали в Мексику, и люди пытались проникнуть второй, третий, четвертый раз. То есть, с одной стороны, их не пускали в США, с другой стороны, не ограничивали, сколько раз после такого рода возвращений люди могли опять делать попыток проникнуть. А можно ли назвать последнее соглашение с Мексикой чем-то инновационным, громким, и к чему оно может привести, какие последствия могут быть? Я, честно говоря, сомневаюсь, потому что, во-первых, это не касается русскоязычной публики, это касается, прежде всего, граждан стран, чьи страны отказываются их принимать назад по политическим причинам или отсутствием дипломатических связей с США, как вы ранее назвали, это Куба, Никарагуа, Венесуэла и Каити. И также Мексика согласилась принимать очень небольшое количество людей по сравнению с тем потоком, которое стремится попасть в Соединенные Штаты. Ранее вообще говорилось, что одновременно с ужесточением правил для нелегальных мигрантов и его увеличением депортационных рейсов, такая тоже информация была, администрация Байдена упростит пути для въезда в страну для легальных мигрантов. Что имелось в виду? Появились ли какие-то поблажки, возможно? Появились, но тоже незначительные. Это прежде всего имеется в виду программы пароля. Администрация Байдена считает успешными программы пароля для украинцев и венесуэльцев, которые были введены, и хочет расширить возможность получения пароля для кубинцев, Гаити, Никарагуа и граждан нескольких других стран, прежде всего Центральной Америки. Что такое эта программа пароля? Пароль это позволяет людям из стран, где либо военные действия происходят, либо природные катаклизмы, либо очень нестабильный политический климат, приехать в США временно, получить здесь разрешение на работу, но он не дает прямого пути к получению постоянных иммиграционных документов. Однако это форма предоставления временной защиты в США. Вообще, насколько сейчас критичной можно назвать обстановку на южной границе? Критично. Но даже, наверное, не требует каких-то пояснений. То есть даже несмотря на то, что еще не отменили это 42-е правило, уже скопилось... Люди просто проходят? Или какие у них? То есть раньше было нельзя по инфекционным причинам, условно, по ограничениям из-за пандемии, а сейчас они приходят все равно с какой-то причиной, чтобы сюда попасть? Да, конечно. Конечно, большинство людей просят убежища, но не каждый приходит с добросовестными намерениями попасть в Соединенные Штаты. Это тоже, естественно, проблема. Поток большой я связываю с несколькими компонентами. Во-первых, нестабильная политическая ситуация в тех странах, с которых люди бегут. Экономическая ситуация также. Это с одной стороны. А с другой стороны, лояльная эмиграционная политика администрации президента Байдена. Пройти непросто. Как я часто говорю, это не прогулка в парке. Естественно, сложно добраться до границы. Сейчас, многие знают, было введено приложение CBP-1, по которому можно назначить день и время, когда человек подойдет к границе. Но с учетом, что одновременно пытаются выбрать день и время тысячи, если не десятки тысяч людей, то тоже это сделать достаточно сложно. Люди могут провести две недели, месяц в Мексике, стараясь только назначить себе день через это приложение. Все это, конечно, сложно. Но, несмотря на такого рода сложности, обстоятельства этих людей толкают их ехать в США и просить защиту в США. А можно ли вообще опасаться этих отправленных полутора тысяч военных на границу? Вроде как говорят, что они будут выполнять чисто административные какие-то вопросы, помогать с заполнением документов. Можно ли подумать, что что-то более опасное предполагается? Я не думаю, потому что действительно вся политика администрации Байдена была очень лояльна по отношению к иммигрантам, особенно к разным гуманитарным иммиграционным программам с момента, как администрация вступила в офис. И направление дополнительных военных связано только с нехваткой ресурсов. Мы, как иммиграционные адвокаты, постоянно сталкиваемся с простой нехваткой ресурсов иммиграционных офицеров, пограничников. И эти военные, как администрация Байдена заявила, будут помогать пограничникам принимать людей, проверять их документы, вносить информацию в систему. Ну, я считаю, что так оно и будет на самом деле. Спасибо вам большое за подробный рассказ. Екатерина Муратова, иммиграционный адвокат, была с нами на прямой связи. Почти 300 человек были арестованы и 53 миллиона долларов были изъяты наличными и криптовалютой в результате беспрецедентной международной правоохранительной операции, направленной против торговцев опиоидами и фентанилом в Даркнете. Об этом сообщил Минюст. О результатах международной операции «Спектр» объявил на пресс-конференции накануне генпрокурор Мэрик Гарланд. Наркоторговцы все чаще обращаются к Даркнету, чтобы продавать нелегальные наркотики в обмен на криптовалюту. Они могут рекламировать свои лекарства на рынках Даркнет, как фирменные фармацевтические препараты. Но на самом деле таблетки часто поддельные и содержат фентанил. Наркоторговцы уверены, что, действуя анонимно, в темной паутине, они могут действовать вне рамок закона. Они ошибаются. Кроме арестового изъятия крупной суммы денег, Гарланд также сообщил, что были конфискованы 117 единиц незаконного огнестрельного оружия и 850 килограммов наркотиков. «Спектр» назвали крупнейшей международной операцией с таким результатом. «Проще говоря, сегодняшнее объявление представляет собой суровое предупреждение о последствиях виртуальной деятельности в реальном мире уголовной и часто угрожающей жизни реальности того, что скрывается в этой сфере. Это ясный прямой сигнал о том, что ФБР никогда не успокоится, пока мы не прольем свет над цифровых наркобаронов, которые сознательно и безрассудно продвигают смертельно опасные наркотики с примесью фентанила из теней Даркнета». Операция проводилась в США, Европе и ряде стран Южной Америки. Заместитель директора ФБР Пол Эббит назвал темную паутину одним из самых опасных мест для покупки наркотиков американцам или кем-либо еще, заявив, что это усугубляет кризис, который ежегодно уносит десятки тысяч жизней американцев. Петр Немировский, нарколог из Нью-Йорка, сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Петр. Спасибо, что присоединились. Добрый день. Давайте обсудим. ФБР арестовала преступную группу, продающую наркотики, это опиоиды и фентанил, через Даркнет. Вообще, насколько можно считать эффективной такую борьбу? Ну, любая борьба полезна, она имеет тоже свои какие-то, свою пользу, безусловно. Сказать, что это кардинально решит проблему, то, в общем-то, не надо обольщаться, это кардинально проблему не решит, и это просто одно из каких-то средств вспомогательных. Я, знаете, хочу сказать, что это буквально вся эта наркоторговля через онлайн, интернет, эти Даркнеты произошла буквально на наших глазах. Если еще лет 15-20 назад, замечательно это помню, когда на перекрестке, здесь везде по Нью-Йорку можно было стояли люди, страдающие наркозависимостью, они звонили драгдилерам, легко было опознать и узнать, что это люди, заказавшие у драгдилера наркотики, они ждали, пока драгдилерам подвезет их в машине, они везде были по всему Нью-Йорку, так оно работало когда-то, или на шумных перекрестках, или возле бокалейных лавок, это все было сплошь, сплошь рядом. Теперь за последние лет 10 абсолютно все это исчезло, уже нет этих людей, нет наркоманов, стоящих на перекрестках, ждущих драгдилеров, все пришло в интернет, уже этот старый способ уже исчез, а сейчас все, конечно, идет через интернет, и это совершенно неудивительно, что это стало частью большой международной мафии, настоящей мафии наркотрафик, которая занял вклад в Европу, и, начиная Австралию, Европу, и Южную Америку, и все это, к сожалению, идет к нам сюда, в США, и Америка стала главной, в принципе, главной мишенью этого международного интернационального драг-маркета, а тут надо еще добавить, что сейчас уже появляется информация, и это уже, в общем-то, тоже неувидительно, что этот интернациональный веб-трафик, онлайновский трафик наркотиками, особенно пиатами, и фентанилом, они сейчас вошли в тесный контакт с мексиканскими наркотиками, это самая большая беда, которая теперь нас ждет, потому что основная часть фентанила постовоидет сюда сегодня, через Мексику, через мексиканские наркокартели, нелегально переправляют этот фентанил, который они получают из Китая, в общем-то, мы залезаем немножко в геополитику, ну, в общем, весь мир получается захвачен, ну, а можно это назвать вообще физифовым трудом, потому что, по сути, они арестовали здесь 300 человек, но, вероятно, придут другие места, люди на это место, может быть, можно как-то законодательно это ужесточить, или... 100%, это не физифов труд, это, конечно, это как из пушки по воробьям, что называется, но это тоже какую-то пользу принесет, безусловно, но это абсолютно не решит проблему, потому что, опять, если мы видим, какие мощные силы задействованы, китайские фармакологические компании нелегально переправляют это, продают в Мексику, наркодилеры мексиканские, интернациональные наркокартели завязаны в это, и они переправляют это все нелегально потоком теперь через мексиканскую границу в США, и этот кризис в Америке уже непонятно, как его, что с ним делать, потому что он охватывает все свои населения сегодня, то это, в общем-то, нужно, но надо принимать более радикальные меры, включая радикальные меры, я так считаю, что, не только я, в общем, люди, которые работают в этой сфере, кстати, я считаю, что самый один из таких радикальных шагов, который может это приостановить, это, конечно, идти, сделать большие шаги в сторону легализации тяжелых наркотиков, включая опиаты, героин и все остальное, какие-то, ослабить меры наказания людям, кто употребляет это, и делать это как-то более доступно, отчасти декриминализовать хотя бы, ну как-то... Но есть страны, пример которых показывает, что это помогает, но не будет ли сначала отката, наоборот, когда будет гибнуть больше людей? Ну, поначалу будет, вероятно, но и так уже гибнет, мы, знаете, мы наблюдаем сегодня за последние четыре, вот после ковида, во время ковида и вот вплоть до сегодняшнего дня смертность увеличилась в четыре раза, в четыре раза, то есть, если раньше умирало около ста человек в день в США, в день от опиатных, обордозах, сегодня умирают около ста пятидесяти в день, вот, то есть, смертность продолжает расти по-любому, и мы, это тоже факт, который тяжело придет руки, вот. А вот говорили как раз ФБР, что не только напрямую наркотики продают через Даркнет, но и просто люди покупают какую-то фармацевтику, препараты, куда, не ожидая, неожиданно для них, бывает подмешан фентанил, известно ли о таких что-то случаях? Ну, абсолютно, сейчас фентанил, опять, это же, это же, все равно, это же, все это нелегальная торговля различными медицинскими фармакологическими препаратами, и любой директор, во-первых, это делается иногда умышленно, чтобы, потому что фентанил сейчас стал очень дешевый, это китайский дешевый фентанил, он стоит копейки, для директор, это очень выгодно, его всывать куда только угодно, иногда это делается умышленно, чтобы просто человеку принести вред, и могут даже таким образом убить, а иногда это, это такое, еще один способ принести какой-то урон или какое-то повреждение людям, иногда это делать сознательно, потому что человек, который купил это онлайн, и у такого-то, на такой-то веб-странице, ему это очень понравилось, и он, конечно же, опять обратится, он не знает, что он купил, он не знает, почему ему так было хорошо, ой, такая чудесная таблетка я купил, боже мой, и он опять обратится на этот же веб-сайт, и опять закажет то же самое, не понимая, что он таким образом становится, попадает в такую вот ловушку, то есть это вот такие два способа. А можно сказать, что вообще наркорынок, он ушел в даркнет, или все-таки люди по-прежнему используют наркозависимые, другие способы приобретения препаратов? Где легче вообще их приобрести? Ну, сейчас в онлайн. А я не про адрес спрашиваю, а именно в даркнете или какие-то другие способы? Конечно, конечно. Сейчас поколение, вы знаете, вспоминаю этот период, когда этот был перелом, когда еще в одной, там, в клинике, где ты работаешь, например, половина группы сидит, люди там сидят, пациенты им по 45, 50 лет, 60, они еще по привычке идут к драгдилерам, покупают что-то, пакеты приносят, это мамонты такие, а рядом уже сидели молодежь, уже там лет по 20, им по 22, они уже все пользуются онлайнами, и они смотрели один и на другие, как на новое поколение, и даже не понимали, о чем идет речь, что те употребляются, что эти. Конечно же, сейчас все переходит в интернет, и это, конечно, настолько усложняет задачу, и включая правоохранительных органов, когда ты сегодня можешь из Канады или отправить, или заказать из Канады, конверт тебе придет, и там будет опиат, там будет фентанил, там будет все что угодно, и тебе его доставят простой почтой, и это очень тяжело отследить сегодня, и... Ну, почта же, по идее, должна вроде проверять, как что-то посылка. По идее, но вы представляете, какое количество конвертов отправляется, причем отправляется с липовых адресов, фальшивых адресов, кто же это будет там каждый пакет там рассматривать, разглядывать, это становится практически... А перед тем, как закончить, если вы мне позволите, я всегда хочу чуть-чуть образовательную часть, я хочу показать все-таки один из способов, хоть хотя бы на таком локальном, индивидуальном уровне можно не бороться, но хотя бы спасти чью-то жизнь, я уже говорил, что есть вот этот наркан, так называемый, я советую всем зрителям, которые сейчас это смотрят, передачу, это в аптеке, сейчас можно без рецепта купить, это способ, если кто-то в овердозе, не дай бог, так это можно предотвратить овердоз, в аптеке продается, стоит копейки, иногда бесплатно, вот, в нем такой лежит прибор, очень легко пользоваться, можно его открывать, если видишь, человек лежит без сознания, непонятно, что с ним происходит, и видно, что он уже не дышит, вот, тут открывается вот таким вот образом, такой приборчик, там поршенек, маленький красный поршенек, держится вот так вот, держится, большой палец, прикладываем поршень к этому, и прикладываем в нос, заставляем в нос этот спрейер, так называемый, и нажимаем, вот так вот нажимаем, и, насколько я помню, вреда он не наносит, но если у человека передозировка, он ему спасет жизнь. Да, если у человека передозировка, спасает жизнь. Там два таких приборчика в одной коробке, купите, пожалуйста, пусть каждый человек сегодня в Америке, хотя бы это есть. Один? На одного человека один приборчик? Нет, можно, если вспрыснуть в назвью и подождать минуту, если в течение минуты человек никак не отреагировал, значит, этой дозы мало, значит, надо поставить второй, и дать в дружину. Да, закончилось у нас время, спасибо огромное и за советы, и за рассказ. Петр Немировский, нарколог из Нью-Йорка, был с нами на прямой связи. На этом американский сквозной эфир из нью-йоркской студии РТВА завершается. Передаем слово коллегам программе «Дежурный по Нью-Йорку». Сейчас без комментариев. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...